Приветствую всех на прямом эфире в аккаунте Екатерины Мирошниченко и наша тема сегодня это Кэрабейс гель. Меня зовут Мирошниченко Вера, я сестра Екатерины по совместительству соучредителей компании и технолог по классическим продуктам. И Кэрабейс это продукт, который недавно вышел в компании, очень много было просьбы по дополнительным прямым эфирам, чтобы можно было задать вопросы, обсудить и я с удовольствием проведу его для вас в аккаунте Екатерины. Приветствую всех, рада видеть. Я для этого подготовила уже дополнительно свою руку, мы будем часть ногтей размачивать Кэрабейс и один ноготок мы откорректируем. Сейчас мы свет включим. Всем привет. Всем привет, всем привет. Отлично. Давайте я пару слов скажу по этой базе. У меня это база без схемы. Она более деликатная, менее раздражающая, менее раздражающая и очень хорошо подойдет клиентам, у которых повышенная чувствительность, повышенная раздражительность. Есть клиенты? Так, давайте звук проверим. Проверяем звук. Поставьте плюсики, слышно меня или видно. Или только кому-то одному не слышно. Дайте знать, слышно ли у меня. Сейчас я со своего телефона проверю. Приветствую всех. У меня слышно, да. И вы мне ставите плюсы, что слышно. Всем слышно. Отлично. Эта база подходит для клиентов, у которых повышенная раздражительность на материалы, особенно на гель-лаковые базы. То есть это и покраснение, и шелушение, и отечность, и такие более сильные аллергические реакции. И клиент, допустим, не может ставить себе материал, и может только лак. Если кроме лака у клиента, к сожалению, нет возможности ничего ставить, и клиент очень все-таки хочет полимерное покрытие носить, более стойкий маникюр, потому что с лаком долго не походишь. Вы можете пробовать клиенту ставить киробейс. Если клиент аллергик, ставьте, начиная с мизинцев. Мизинцы поставили, смотрим, есть реакция, нет реакции. Если реакции нет, можно постепенно добавлять там по безымянному пальчику, либо, если прям совсем все хорошо, ставить сразу две руки. Сразу все 10 пальцев не ставьте. Пожалуйста, проверяйте, как аллергопробу делаете. Хорошо? Ну что? Так, сейчас я проверю. Нет, оно еще не размочилось. Почему я размачиваю? Потому что, если у нас клиент с отслойками приходит на процедуру, не рекомендуется делать коррекцию, особенно если сильные отслойки, там все поднялось с концов, от кутикулы. Когда мастер начинает не просто, допустим, снимать блеск, обрабатывать границу, но и снимать отслойки, идет травматизация сильной ногтевой пластины. И каждый раз вот такая травматизация приводит к истончению. Истончение может приводить к под ногтевым карманам, к онихолизису. И, ну, как говорится, от процедуры к процедуре ногти у нас здоровее не становятся. А если мы говорим все-таки про здоровье, про восстановление и структуру, и качество натуральных ногтей, как сделать, чтобы ногти с каждым разом выглядели все лучше, все круче, все толще, все плотнее. Для этого подходит съемная техника, особенно если не очень хорошо материал держится у клиента на ногтях. Вы снимаете не просто блеск, а понижаете толщину, так как мы базу наносим не тонким слоем, а делаем с укреплением. При подготовке обязательно понижайте толщину. Все, заворачиваем в фольгу с жидкостью для снятия гель-лака, и у нас аккуратно материал размачивается, снимается с ногтевой пластины, не травмируя поверхность ногтя. Если мы не травмируем поверхность ногтя, а деликатно удаляем при помощи жидкости, то ногти с каждой процедурой будут у вас все толще и толще, все здоровее и здоровее, все плотнее и плотнее. Кто уже такой результат клиентам обеспечивал, поставьте плюсики, я уверена, что у вас клиенты были удивлены, что реально можно восстанавливать ногти при помощи, например, гель-лаковых покрытий. Ногти можно восстанавливать при помощи любых покрытий, и гель-лаковых, и лаковых, и гелевых, а самое главное, чтобы грамотно мастер работал. Если у нас нет отслойек, то, конечно же, нет смысла размачивать материал, он держится хорошо. Хорошо, мы снимаем блеск, подготавливаем границу и просто добавляем материал около кутикулы, перетягиваем по поверхности и выравниваем дополнительную поверхность. Мы сейчас начнем готовить безымянный панчик, пока мы его подготовим к коррекции, остальные у нас доразмочатся, и мы уже приступим к процедуре. Хорошо, сейчас все покажем, и как снимаем, и как корректируем. Понятно ли разница, когда лучше корректировать, а когда лучше все-таки размочить? И никогда не исключайте какой-то из этих методов, потому что ситуации разные, ногти разные, и мастер не должен топорно одним методом работать. Мастер – профессионал, который множество методик использует, и индивидуально под клиента, под ногти, подбирает тот или иной метод, ту или иную методику, тот или иной материал. В этом и состоит суть профессионализма. Не нужно говорить, а я против жидкости, а я против того-сего. То есть это всегда узость мышления, мыслитесь шире всегда, и допускайте любые методы, что можно и так, и так, мы выберем, что идеальнее, круче для клиента. Хорошо, так, все, я меняюсь местами с Юлей, переворачиваю камеру на стол. А, хотя, Юль, давай, ты поздороваешься и сама. Всем здравствуйте. Так, ну что, мы поехали. Начинаем активно работать. Так, я думаю, может, со своего еще телефона параллельно в эфире выйдем, буду фейсом торговать. Свет вернете только. Сейчас, буквально секундочку, мы зафиксируемся. Мы этот накаток готовим к коррекции. Не заворачиваем. Так, фреза керамика. Что касается других характеристик с Керабейс, она очень сильно похожа на медиум. То есть она не сильно жидкая, не сильно густая, средняя вязкость. Ею можно наращивать, ею можно укреплять. Длина где-то до трех единиц. Какие еще особенности у нее? А, ее нельзя делать с лаковым квадратом. Если мы наши обычные базы можем делать с лаковым квадратом, кто знает эту технику, изучал у нас на учебных программах маникюра, для лакового квадрата Керабейс не подходит. Зафиксируйте это для себя. Не подходит Керабейс для этой базы. Ой, для лакового квадрата. Я решила параллельно еще и свой телефон на эфир включить, чтобы если девочки у меня увидят, я их буду приглашать к Екатерине в прямой эфир. У Екатерины сейчас идет эфир по Керабейс. И я буду сейчас показывать коррекцию Керабейса и буду показывать снятие жидкости. Да, поэтому можно... Зашли и сразу вышли. Зашли и сразу вышли и зашли к Екатерине. К Екатерине. Так, ну что это у нас не то? Так, давай можно и кутику, в принципе, поднять фрезой. Угу. Зашли и сразу вышли. А, что я торможусь? Слушайте, я сейчас зайду к Кате и буду вопросы читать и отвечать на вопросы. Вот, все к Кате в эфире идут. Я параллельно включила комментарии и буду отвечать на ваши вопросы. Если есть вопросы, пишите, я их читаю и вижу. Почему я, допустим, очень сильно заморочилась по теме базы и почему мы ищем такую базу, которая не только будет, например, минимальную вероятность раздражения и аллергии иметь, но и очень важный параметр, который мы отслеживали в подборе базы, это легкосъемность. Так, чтобы она легко размачивалась и легко удалялась, если мне необходимо именно жидкостью снять старый материал. Потому что очень часто при педикюре из вас, возможно, мастера подтвердят, либо кто из вас клиентами является в том числе. При педикюре, если мастера каждый раз снимают фрезой материал, кто уже сталкивался, что травмируется носевая пластина и истончается. И если истончается, появляются карманы, и это такие, знаете, часто бывают несрастающие карманы на ногах. У кого была такая проблема, у кого у себя такая проблема или у ваших клиентов такая проблема была, вы корректируете гирлак, где-то вы, понятное дело, фрезой хватаете натуральную пластину, она истончается от процедуры к процедуре и появляются карманы, это тактевые. Тоже для таких чувствительных ногтей, которые легко истончаются, легко травмируются, может где-то не очень хорошо материал держат, да, и приходится там эти отслойки убирать и касаться натурального ногтя фрезой или абразивным инструментом. Все это приводит к тому, что для таких ногтей пробуйте керабейс использовать именно в формате размачивания. Так, ну что, начинаем счищать. Здесь очень важно, конечно, вот мне самой руки чешутся, очень важно движение делать только снизу вверх, либо вбок. То есть ни в коем случае нельзя счищать сверху вниз, потому что сверху вниз вы будете задирать чешуйки. Если толщина была очень объемная и у вас материал не успел размочиться, и вы прям чувствуете верхний слой размочился, снялся палочкой, а нижний не размочился, ваша задача наложить еще раз аппликацию и завернуть. То есть не нужно пытаться сорвать покрытие. Так, читаю вопросы. Жесткая ли она, требует ли подложку? Она не требует подложки, но мы ее будем ставить на ультрабонт. Ультрабонт для данной базы обязательный. Поэтому мы будем обязательно использовать ультрабонт для основы. Ее же мы будем наносить как основу тонким слоем, и ею же будем делать моделирование. Моделирование укрепления. Вот здесь как раз таки, смотрите, да, да, если какой-то... Когда вот вы делаете понижение перед замачиванием, всегда понижение делайте в основном в середине, потому что, видите, вот она счищает, а в серединке она не доразмочилась, потому что там толщина. Когда вы делаете понижение, толщину эту убираете. Тогда вы будете легко весь материал быстро потом счищать при помощи апельсиновой палочки. Не используйте металлические лопаточки, потому что металлические лопаточки тоже могут травмировать и повреждать натуральную пластину. Ну, мы поздно замочили, мы замочили где-то в 56 минут, за 4 минуты до эфира, и, конечно, еще недостаточно времени прошло. Вот, но пока ногти размачиваются, когда вы делаете две руки, это очень комфортно. Допустим, мы сейчас будем мизинец готовить, мы будем там указательный готовить, и оставшиеся пальчики у нас доразмочятся. Ну, а если вы научитесь правильно подготавливать от замачивания, то вам не нужно будет дозаматывать. А чего бывает аллергия на кожу после маникюра от базы, праймера, обезжирателя? Чем мы размачиваем? Размачиваем мы жидкости для снятия лака, гей-лака, стандартная. Почему аллергия бывает? Потому что, ну, это раздражающие вещества, важно это понимать, это химия, это растворители, это спирты, это пары и так далее. И у клиента бывает ослабленный иммунитет, бывает сильный и мощный иммунитет. Если у клиента сильный и мощный иммунитет, хорошее здоровье, он не будет реагировать и не будет аллергии. А если у нас здоровье ослабленное, ну, вот, например, у нас очень часто сейчас у деток ослабленное здоровье, ослабленный иммунитет, у нас там дети, ну, господи, клубнику немного свежую смесь, у них аллергия идет. У них там аллергия идет на молоко, на что раньше аллергии не было. Понимаете, почему так происходит? Ну, потому что, ну, реально сейчас экология не та, здоровье не то, иммунитеты не те. И с возрастом у человека иммунитет падает. И если здоровье ослабленное, иммунитет слабый, раздражительность высокая, то вероятность аллергии очень большая. А также бывает, что, например, материалы очень агрессивные используют, ну, например, там неочищенное сырье, несертифицированное сырье, там содержание примесей и загрязнений может быть очень высокое. И когда содержание примесей и загрязнений каких-то запрещенных веществ очень высокое, это, конечно же, может раздражать. Клиент может накапливать это, потому что у нас ногти впитывает, кожа впитывает. И когда накопительный эффект, ну, такую какую-то массу некую перешагивает, то у нас, даже если мы потом не пользуемся, смотрите, вот многие клиенты говорят, я уже не пользуюсь там дешевой базой, я уже пользуюсь нормальной, хорошей, а у меня даже на хорошую аллергия идет, понимаете, все. У человека, ну, как бы, уже это критическая масса накоплена, и он уже начинает реально реагировать даже на, там, ну, какие-то более очищенные составы, составы, на какие-то более безопасные составы, более дорогие составы, может продолжаться аллергия. Тут вот момент, вот этот вот, поэтому здесь важно, как бы, ну, и не загубить, и в целом не провоцировать аллергию, не провоцировать вот эти вещи. То есть, аккуратно и с кожей, и с ногтями, да, смотреть, что я наношу на свое лицо, на свою кожу, на свои ногти, да, они все подряд, как говорится. Так, дальше, что я пошла. Можно ли ее использовать в качестве подложки под файбер и эйсбейс? В этом нет никакого смысла, понимаете, потому что смысл этой базы в том, что мне ничего другое нельзя, можно ли я эту безопасную буду использовать? Можно, потому что, смотрите, у нее все равно адгезия, например, не такая мощная, как у файбера или как у обычной базы. То есть, эту базу нельзя, там, знаете, поставили и пошли генералить кухню, стирать белье вручную. Ну, то есть, все равно она из-за деликатного состава, она не такая бронебойная по адгезии, как, например, жидкая база, там, или медиум, или файбер база. А под эйсбейс в принципе можно, в принципе можно под эйсбейс, вы имеете в виду цветные, да, но смысл-то эйсбейс в том, что мы под них базу не используем. То есть, мы берем цветник и наносим его в виде базы, ну, такая типная база, правильно? Мне нужно считать комментарии, следить за экраном, за камерой, чтобы пальчик не убегал. Ага. А теперь, что касается дисгидроз. Поясните, пожалуйста, что такое дисгидроз? Может быть, гипергидроз, вы имеете в виду, когда очень влажные ногти? Если дисгидроз это что-то противоположное, ну, типа там, иссушение ногтей, то поясните, я расскажу. А файбербазу можно без подложки? Можно, но желательно все-таки на тонкий слой жидкой базы. Сильно не укорачивай. Я просто так. Сильно не управляю. Освежить. Сильно не освежай. Это, знаете, я очень вредный клиент, мне каждый миллиметр дорог. А, я поняла, пузырьки на коже. Ну, это аллергия, да. Пузырьки, шелушение, отек, покраснение, зуд. Это все клинические проявления раздражения и аллергии. Ну, если по аллергии вопросы еще есть, задавайте. Если у клиента идет аллергия, например, на гель-лаке, да, мы там пробуем гели ставить. Если и на гель идет аллергия, гели, сразу говорю, они менее раздражительные по составу. Если и на гель классический идет аллергия, то можно пробовать керабейс. Если и на керабейс без черной идет, без схемы идет аллергия, то тогда только лаковые покрытия. Только лаковые покрытия. Так, ну что? Да, да. Видно сейчас по ногтям. То есть, давайте вторец, может быть, покажу. Видите, довольно-таки плотный и толстый, свободный край. Видите? Поэтому ногти у нас, если вам нужно размочить, они не истончаются. Важно подбирать технологию коррекции с полным снятием, с снятием блеска и докладываем от кутикулы. Важно подбирать индивидуально под клиента. Но не все базы, например, так удачно снимаются. Есть базы, которые лучше не размачивать, лучше их спилить там пилкой, фрезой, потому что если вы будете их размачивать, вы будете как бы срывать базу с поверхности ногтя. А если вы срываете базу, то она как бы срывается с частичками ногтя намного сильнее, чем если вы затронете пилкой или фрезой. Поэтому есть базы, которые размачивать нежелательно, а лучше снять абразивным инструментом. А если базу мы можем размочить, то здесь, конечно же, это более деликатно. Здесь на среднем пальце у нас нет угла, и мы этот уголок нарастим. А коколинги работают только гелями в банках. Да, абсолютно верно. Гели в банках и гели, которые во флаконах, но классические гели, классические, например, там софтпинг во флаконе, монофейс, их можно для аллергиков, они реально менее раздражительные. Если пузырьки зудят, конечно, это следствие аллергической реакции. А если у клиента послала аллергическая реакция, вы должны убрать материал сразу же. Есть когда там просят выпить противоаллергические средства, но почему это опасно? Потому что если реакция сильная, у нас ногтевая пластина теряет контакт с ногтевым лозом и появляются под ногтевые карманы. Поэтому лучше все-таки, если пошла реакция, снимать сразу материал и объяснять клиенту, что, к сожалению, нельзя. Вот так и организм реагирует. Можно через время попробовать, когда уйдут все клинические проявления. Через время попробовать какие-то другие составы, более классические гелевые, нерастворимые, кера-бейс попробовать. Но это только когда все полностью успокоится. Ну вот так же девочки делятся, что менее аллергичные файбер-база, эйс-бейс, акригели. Очень хороший состав. Спасибо, что делитесь. Супер, отлично. А когда я буду выкладывать сториз, я обязательно покажу, какие ногти у меня были до восстановления. Насколько они были поврежденные, истонченные, в плохом состоянии. И какие они сейчас по виду, по размеру ногтевого ложа, по плотности. Потому что когда у нас более плотная, сильная ногтевая пластина, у нас ложе ногтевое вытягивается. Ну, вы об этом знаете. Ложе ногтевое вытягивается, восстанавливаются ногтевые пропорции. Ну, и в целом, эстетика у ногтей появляется. Пропорции, вид внешний. Становятся более эстетичные. Большой пальчик прям вот, знаете, ну вот очень плотный, очень жесткий. Можно даже вот так толщину показать. Видно, не видно. Ну, очень толстый. Кера Бейт полностью прозрачная? Да, она полностью прозрачная. То есть, первый состав, он вышел прозрачный. Сейчас мы будем собирать обратную связь от вас, от клиентов, от всех, кто работать будет ею. И если все будет огонь, то, может быть, появятся уже оттеночные составы на этой основе. Давай сделаем два пальчика, безымянный и средний. Безымянный мы откорректируем, чтобы времени у нас было достаточно в эфире, а средний нарастим и... Сначала средний нарастим и укрепим, а потом безымянный и безопиво покроем. Здесь нет смысла. У моей сестры после недолгой носки гель-лака, после снятия ногтевой лыжи было очень чувствительно. Это я индивидуально сказала, что ее ногти испортила. Такое может быть, если вы при снятии травмировали ноготь и сделали его, например, частично тоньше. То есть, какую-то часть ногтевых клеток вы задели и сняли с поверхности. Если ногти стали более чувствительными, то да, испортили. Но... Как объяснить? Здесь бывают такие ногти еще чувствительные, что какой бы мастер аккуратный не был, и как бы он ювелирно и вот прям вот нежно-нежно не снимал материал, он может задеть поверхность и ее слегка источнить. Это примовера пропускаем? Или будем наносить? Нет, пропускаем. Но безмянный не наноси потом. Наносим нейлпреп. Нейлпреп – это дигитротант. Покажи в камеру, пожалуйста. Дигитротант нужно для того, чтобы обезжирить дополнительно. И затем полностью наносим ультрабонд. Полностью на всю ногтевую пластину наносим ультрабонд. Потом. Юля сразу хочет все. Но безымянный мы будем делать бездайп пила. А средний будем пилить. Так. Так вот у меня был один раз такой очень чувствительный клиент с чувствительными ногтями. И я так аккуратно, так нежно. Но и все равно, как, знаете, задела. И вот для таких клиентов особенно, особенно важно не работать вот в этой коррекционной технике, когда вы, убирая отслойки, можете травмировать ногти. Они реально у них будут очень сильно ухудшаться в состоянии. То есть для таких ногтей лучше использовать съемные техники. То есть вы фрезой обрабатываете только поверхность материала. Вы убираете толщину материала. А остатки базы аккуратно размачиваете и счищаете. Тогда у клиента ни одна клеточка с поверхности не потеряется. Но чтобы вот ни одна клеточка с поверхности не потерялась, это базы нужно специально. Все базы для этого не подойдут. Керабейс, например, хорошо размачивается. И для таких чувствительных ногтей подойдет. Можно сильно не выравнивать, потому что мы просто уголок нарастим. Как же поставить форму и не выровнять? Берем керабейс, наносим тонкий слой сначала. Наносим тонкий слой. Вот вы видите, я снимала апельсиновой палочкой. Если материал до конца не размочился, и вы апельсиновой палочкой срывали материал с поверхности ногтя и как бы снимали базу вместе с ногтями, с натуральными, то тогда ногти могли истончиться, и чувствительность усилилась. Если размочилась база полностью, и вы деликатно апельсиновой палочкой отделили от ногтя, и при этом все клеточки на поверхности остались ногтевые, то не может это привести к истончению, либо к увеличению чувствительности. Ногти, если работать корректно, правильно, деликатно, безопасно, в зависимости от ситуации. Например, если у меня все ногти такие, как безымянный палец, смотрите, когда нет отслоек, просто нужно доложить. Будут они у меня истончаться? Нет, конечно, если мастер при обработке поверхности, при зачищении границы не истончает натуральный ноготь. То есть ногти будут утолщаться от процедуры к процедуре. Наносим тонкий слой и сразу уголочек капнем. Они совсем маленькие здесь. Маленькие, но мне важно квадрат, поэтому я буду это вредным, капризным клиентом сейчас. Если у нас есть отслойки на свободном краю, если у нас есть отслойки от кутикулы, то лучше не корректировать, лучше понизить толщину, и остатки базы, частично отслоившейся, удалить при помощи жидкости. Тогда вы не будете травмировать. Мягко снималось без сдирания, потом зашлифовал. Но здесь вот мусорного, как сказать, доистину не докопаемся, потому что я просто знаю, как мастера могут аккуратно снимать до нервных окончаний. Понимаете? Я же сама на себе тестирую огромное количество мастеров. Очень большое. Я привяжу... Смотрите, можно сразу достроить, потом отпилить, зашлифовать. Можно сейчас отпилить, форму придать и уже без опила смоделировать. То есть здесь, опять же, вы решаете самостоятельно, как вам комфортнее, как вам удобнее, как вы любите, привыкли работать. Снимаем блеск, сейчас придадим форму этому уголку и сделаем моделирование уже и безымянного, и среднего пальчика. Самое главное, что вы должны понять одно. Если мастер профессионал, если мастер грамотный, деликатный, аккуратный и правильно подбирает технику работы с клиентом относительно состояния его носки, и особенностей, предпочтений клиента, у клиента качество ногтей от процедуры к процедуре будет улучшаться. То есть это признак того, что все в порядке, мы все делаем правильно, все делаем хорошо. Если у клиента ногти истончаются, становятся все хуже и хуже, там какие-то у них ализисы появляются, ну то есть вот как-то вот оно хуже и хуже с каждым разом. То есть мы не на здоровье как бы работаем. Ну видно, да, уголок восстановили. Отлично. Все, и делаем укрепление. Нанесем сейчас на отросшую часть безымянного ногтя, безымянного пальчика, ультрабонд. И выполняем покрытие с укреплением. Мы толщину минимально снимали, только добавляем чуть-чуть. Супер, да, видите, Юля говорит, мы толщину практически не убирали, только блеск. Поэтому мы сейчас перетянем и совершенно микроскопическое количество добавим около кутикулы. То есть тогда это максимально экономные коррекции. Вы минимум материала тратите, минимум времени тратите. И это круто, если у клиента стоит все без отслоек, четко, хорошо. Но если... В лампу, да? Нет, вы же капризный клиент. Я сейчас чуть-чуть повыравнила. Ну да, я вообще... Все-таки поставлю капель. Я сказала, что я клиента. Грубым образом. Ну вы поняли, какой я. Слово противное, поставьте еще настоящее русское слово, и вы поймете. И вы поймете. Красивые ногти. А давайте я вам сейчас покажу, какие они у меня были до восстановления. И я сейчас вот прям специально зайду к себе в альбом и покажу свои ногти, когда они у меня были в хламе. В полном причем. Ну, чтобы вы понимали, что они не всегда были такие красивые. Они вообще были некрасивые. Сушите. Так, давайте я вам покажу. Так, лампочка-то свечет. Видно сейчас, какие ногти были у меня до восстановления. Давайте посмотрим. Ну, так как я технолог, я очень часто убиваю ногти, ушатываю. Но зато для меня это до и после. Я очень быстро любые травмированные и поврежденные ногти привожу в нормальное состояние, в здоровое, прочное, плотное за 4-5 месяцев, в зависимости от величины ногтевого ложа. Да, если ногтевое ложе длинное, то где-то 4-5 месяцев потребуется. Если ногтевое ложе короткое, то 3 месяца потребуется. Как вам картина до и после? Давайте я ногти вот здесь вот даже сразу вам тут покажу. Это после, это до. Как вам? До и после. Давайте. Поставьте нам огонечки. Видите? Поэтому, вот чем, допустим, я отличалась от других специалистов, ко мне клиенты приходили все за восстановлением. То есть, когда там ничего не держится, ногти все в хламину, угробленные, ушатанные, с карманами, с непонятным чем, чего у кого, мы за 4-6 месяцев полностью восстанавливали структуру, здоровье, пропорции. И, конечно же, на более здоровых, плотных ногтях совершенно по-другому держится материал, любой. Да, и лак чуть дольше держится, если ногти у нас восстановленные. И гель-лак у нас лучше носится, если у нас ногти восстановленные. И гелевые коррекции, укрепления, наращивания у нас держатся лучше, если ногти восстановленные, а не истонченные. Потому что у истонченных ногтей там другой кислочно-но-щелочной фон, там другая влажность, там мы ближе приближаемся к более молодым клеткам, и там больше воды в клетках. И, короче, ногти выщелочные, влажные, ничего не стоит на таких тряпках. Ну, это истонченные тряпочки. На истонченных тряпочках ничего не держится. Понимаете, вот иногда клиенты спрашивают, ну, допустим, ушатали в хлам ногти, там раз сорвали, два сорвали, раз не вовремя коррекцию, на коррекцию клиент пришел, два не вовремя на коррекцию клиент пришел. И вот, ну, реально с каждой коррекцией ногти в хламину, потому что мастер, он же корректируя, удаляет отслойки. А мало того, что отслойка травмирует ноготь, еще и при снятии отслойок не каждый раз, ну, или не все мастера умеют так удалять отслойки, чтобы не травмировать ногти натуральные. И в результате ногти в хлам, ногти в тряпочке, держится потом на этих тряпочках что-то? Ну, нет, конечно, ничего не держится. Понимаете, там коррекцию приходится там часто выполнять, потому что только поставили материал, уже поползло все. Иногда ставим материал и ползти начинает что-то не приопили сразу при коррекции. И клиент, ой, это у вас материал плохой? Ага. На плохих ногтях тут как бы хоть золотой материал поставь, он стоять не будет. так, я перезаходила в эфир, поэтому, если на какие-то вопросы я не ответила, а я их уже не отмотаю, вы их продублируйте, пожалуйста. Ну, в принципе, можно какой-то один ноготок цветом покрыть. Можем ли мы на Кера Бейс цвет наносить? Ну, конечно, можем мы на Кера Бейс цвет наносить, хотя можно и не наносить. Давайте просто посмотрим на эти прекрасные ногти. я еще раз покажу вам, которые, да, я не дала до маникюрить. Я еще раз покажу ногти до. Вот, смотрите, это вот прям, ну, реально, я тут часть оторвала, часть перепилила, да, и вот ногти после. Ну, это совершенно другая картина, правильно? Даже вот средний палец, посмотрите, он насколько длиннее, и, а здесь он растропеченный, расплющенный, истонченный, как блинчик. Да, ногти как блинчики, ногти более узкие, красивые, с поперечными арками, видите? Они же, когда плотные становятся, они вот здесь вот начинают у нас скручиваться по бокам, то есть за счет этого уже становятся красивее. Благодарим вас всех за эфир, если будут вопросы, пишите под постом, обязательно выложим, все сохраним. Если лично захотите мне задать вопрос, пишите в директ. До встречи, всем пока-пока!